МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По рассказам очевидцев, водитель Шкоды Рапид не пропустил электротранспорт. Что он сказал в свое оправдание, знает Сергей Хайдаров. Просто ехал себе спокойно, и тут бац, и она ускакивает. Для таксиста это было только начало рабочей смены. Мужчина принял первый заказ и отправился за клиентом. Но до него он так и не доехал. На проспекте Ямашево перед ним выехал трамвай. Говорит, не ожидал увидеть электротранспорт, так как обычно они ездят только в прямом направлении. По правилам она, ну, я им должен был выступить, но она выскочила лучше. В аварии никто не пострадал. Если инспекторы докажут, что правила дорожного движения нарушил водитель легковушки, то мужчине, скорее всего, придется оплачивать простой трамвай. Оба участника ДТП еще долго ожидали оформления аварии. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Опелястры и грузовик ГАЗ вылетели в кювет после столкновения на Мамадышском тракте. Как рассказали очевидцы, водитель иномарки резко выехал перед многотонником, после чего оба шофера потеряли управление. Мужчина, управлявший легковушкой, был в нетрезвом состоянии. После оформления аварии его машину погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку. Теперь ему грозит лишение водительских прав на ближайшие годы и крупный денежный штраф. Пострадавших в происшествии нет. «Жигули» четвертой модели загорелась ранним утром во дворе дома по улице Глушко. Возгорание на видео сняли многочисленные очевидцы. Потушить пламя своими силами прохожим не удалось. На место вызвали пожарных, которые оперативно справились с огнем. Владельцы соседних машин успели отогнать свои автомобили. В происшествии никто не пострадал. Причина пожара выясняется. Помощь эвакуаторов понадобилась «Мерседесу» и «Фольксвагену», которые столкнулись на улице Вахитова. По предварительным данным, немецкие иномарки двигались в одном и том же направлении, пока водитель автомобиля «Фольксвагена» резко не перестроился на левую полосу, где ехал второй автомобиль. В результате происшествия обе легковушки отбросило на полосу встречного движения. В аварии никто не пострадал. «Хиндэ Солярис» и «Субару» не разъехались этим утром на улице Восстания. Предполагаемый виновник аварии – водитель японской иномарки. Выезжая со двора, он не убедился в безопасности маневра и выехал на перерез корейской легковушки. Как мужчина объяснил произошедшее, услышала Вероника Гайнудзинова. Уйти от удара, признается автоледи, у нее уже не было никакой возможности. «Субару» выехал ей на перерез в самый последний момент. Водители попросту не видели друг друга. «Посмотрел, что машины все прошли, стал поворачивать оттуда, а она, видимо, заканчивала по этому. А у меня, когда смотришь в правую сторону, не видно. С правой стороны корпус, он как бы перекрывает, и я не заметил». Люди в аварии не пострадали. Пожилой мужчина признал вину в столкновении и добавил, чтобы избежать подобных сценариев на этом участке дороги, его необходимо обезопасить. «Здесь светофор все-таки нужен. Сколько раз уже я здесь ездил, настолько напряженное такое место». Водители остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. «Хюндай» не мог двигаться своим ходом. Вторая иномарка получила ущерб примерно на 100 тысяч рублей. Вероника Ганульдинова, Ират Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. В набережных Челнах спасли мужчину, который упал в озеро и не смог выбраться самостоятельно. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Очевидцы не смогли вытащить его на берег и вызвали на место спасателей. Позже мужчину передали в руки медиков. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи. Пожилой мужчина умер на реке Волга в Зеленодольском районе. Страшную находку возле полуострова Щурячий обнаружил водитель, который проезжал по трассе М7. Его внимание привлекло яркое пятно в воде. Прибывшие на место спасатели нашли тело мужчины, одетого в спасательный жилет в 500 метрах от берега. Личность погибшего устанавливается на вид ему 60 лет. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Чистополя, утопившего свой автомобиль вместе с пассажиром на реке Кама. Трагедия произошла еще 2 января этого года. По версии следствия, пьяный мужчина вместе со своим знакомым катались на Шевроле Нива и заехали в полынью. Машина провалилась, водитель спасся, а вот 35-летний пассажир утонул. Его тело нашли только в апреле недалеко от берега в селе Шуран в Лаишевском районе. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. При этом причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным одним заключением, направлено в суд для рассмотрения в особом порядке. Хотели слить топливо, но попались с поличным. В Татарстане перед судом предстанут капитаны механик судна Волжский 516 и также двое жителей республики, эксплуатировавших катер Ярославец. Всех четверых задержали около туристического причала в Болгаре. Как полагают обвинения, они пытались перекачать 8 тонн топлива в емкость, установленную на катере. Ущерб составил 350 тысяч рублей. В зависимости от роли каждого, предполагаемые злоумышленники обвиняются в хищении чужого имущества по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере и в его пособничестве. Обвиняемым может грозить до 5 лет лишения свободы. В Елабуге полицейские раскрыли убийство, совершенное еще год назад. Жертвой преступления стал 29-летний мужчина. Он исчез в феврале прошлого года и с тех пор находился в розыске, как без вести пропавший. Месяц назад оперативники выяснили, что его могли убить. Кто и зачем это сделал, выяснил Рамиль Шайдулин. 28 февраля прошлого года в полицию обратился 50-летний мужчина с заявлением о пропаже своего 29-летнего сына. Его объявили в розыск, но каких-либо результатов он не дал. При этом все полагали, что пропавший мог уехать на заработки в Москву. Однако месяц назад полицейские получили информацию, мужчина стал жертвой преступления. Сотрудники отдела криминалистики совершили выезд в Елабугу, где осмотрели дом, в котором последний раз видели мужчину живым. В результате были обнаружены следы крови, предположительно принадлежащие потерпевшему. Отпираться при таких доказательствах хозяин дома не стал и заявил полицейским, что к исчезновению мужчины причастен их общий знакомый. На допросе 32-летний ранее судимый житель Елабоги сознался в убийстве и впоследствии показал оперативникам место захоронения тела. В настоящее время следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков злоумышленник нанес потерпевшему не менее 20 ударов ножом по различным частям тела, после чего зарыл тело в подвале одного из заброшенных гаражей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Дожидаться суда мужчина будет за решеткой. Рамиль Шайдуль, Нарад Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. На 8 месяцев и 20 дней отправили в колонию поселения 26-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в грабеже. Мужчине вынесли приговор в суде Альметьевска. Выяснилось, что подсудимый работал в такси. Как доказала сторона обвинения, 19 января этого года злоумышленник подобрал клиента возле одного из ночных клубов города. По дороге в село Шугурово водитель решил ограбить незнакомца. Таксист остановился на обочине, брызнул лицо мужчине из газового баллончика, затем выволок из салона авто и отобрал мобильный телефон стоимостью 17,5 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся. На следующий день таксиста задержали. Похищенный телефон вернули владельцу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Продолжение следует...